Приветствую вас. Конечно, наверное, существует множество разных взглядов на вашу ситуацию, существует множество интерпретаций того, что хотел сказать ваш мужчина, когда называл вас подобным образом. И мы этого знать, конечно же, не можем. То есть, определить наверняка, почему мужчина так сказал и что он вкладывал в это понятие, сложно, потому что ответ наверняка знает только, собственно, ваш, молодой человек. Это нужно понимать. Могу сказать только то, что вы правильно видите это понятие, понятие гнилого, вы правильно это видите. Тем не менее, вы знаете, что вы не такая, и молодой человек далеко не первый раз вас обвиняет, грубит вас и так далее. Хотя вы, по вашему описанию, не делаете ничего такого, что как-то провоцировало бы его на подобные вещи. Поэтому взглядов, именно взглядов на проблему, может быть достаточно много. Я уверен, что каждый эксперт посмотрит, ну, посмотрит на вашу проблему со своей страной. То есть, у каждого будет свой взгляд. Я скажу так, что вне зависимости от того, значит, вне зависимости от того, почему молодой человек так вот называет, выглядит это как попытка манипуляции вами, причем как попытка достаточно грубой манипуляции вами. Выглядит это как стремление еще больше вас унизить для того, чтобы насчет вас самоутвердиться. Поведение вашего молодого человека выглядит так, как будто он вас не очень-то уважает, не очень-то любит, не очень-то оценит и не очень дрожит вами. Также поведение вашего человека напоминает поведение того, кто считает, что вы никуда от него не денетесь, считает, что вы всегда-всегда будете с ним. И, собственно говоря, бороться за вас, бороться, завоевывать вас, дорожить вами. Ну, вообще говоря, не надо, не обязательно. Если это так, если это действительно так, то у меня плохие новости. Ваша самооценка, ваша изначально плохая, не очень хорошая самооценка сыграла с вами немножечко злую шутку. Я бы сказал так. Итак, почему и как сыграла ваша самооценка с вами свою шутку. Дело в том, что тот факт, что вы, ну, вас плохо с самооценкой, как вы сами сказали, тот факт, что вас плохо с ней, не может не влиять на отношение ваше к себе и отношение к молодому человеку. И если другой человек, в данном случае ваш мужчина, видит, что вы недостаточно себя любите, недостаточно себя оцените, то он будет использовать это для того, чтобы еще больше вас принизить, а себя разорвить. И вне зависимости от того, почему молодой человек сказал то, что сказал, вне зависимости от того, что заставило его произнести такие слова, вам нужно думать немножечко не об этом, вам нужно думать немножечко о другом, вам нужно думать о том, почему у вас плохая самооценка, откуда взялась заниженная самооценка и как ее исправить. Ведь заниженная самооценка это неадекватное, не объективное отношение к себе и оно очень сопродиктовано. Вот и давайте попробуем с вами подумать, чем ваша заниженная самооценка может быть продиктована. Это очень важно, потому что чем думать о том, что спровоцировало мужчину на подобное поведение, что спровоцировало вашего мужчину на то, чтобы сказать это, чем думать об этом, куда лучше сделать так, чтобы мужчина больше этого вообще не говорил. А для этого необходимо любить себя, для этого необходимо больше уважать себя, чинить себя. И вот как раз таки, почему вы этого не делаете, вопрос на мой взгляд весьма и весьма актуален. Во-первых, это совершенно точное мое отношение с родителями, ваше отношение с родителями. Второе, это совершенно точно ваши ценности, ваши стремления, ваше восприятие себя. И совершенно точно это неверное, неправильное отношение к тому, что у вас есть недостатки. То есть это поиск недостатков там, где их может быть и не наблюдается. И вот вопрос, который у меня есть к вам, это вопрос следующий. Почему, откуда у вас такое отношение к вашим недостаткам? С чем оно связано? Вот, собственно, на этот вопрос, на вопрос недостатков. На вопрос о том, почему у вас неадекватное отношение к себе. И ну и на ответить. Это, пожалуйста, самое главное. Ну, в данном случае, слаженно. Это ключевое для того, чтобы вам лучше понимать себя. Чтобы вам лучше отдавать отчет в том, где проблемы у вас. И когда свои проблемы вы решите, то, собственно, я думаю, и проблема с молодым человеком также будет решаться более динамично. То есть, условно говоря, вы будете видеть, чувствовать и понимать, что вы относитесь к себе теперь лучше, по-другому. Вы будете чувствовать и понимать, что так как вам относится мужчина, так относиться к вам нельзя. И, соответственно, либо вы измените самого себя, либо вы измените самого себя, точнее, либо вы измените молодого человека. То есть, вы вырастите из этих отношений, которые у вас есть сейчас, и будете жить дальше без него. Или мужчина увидит, что вы стали другой, и, собственно говоря, поменяет свое отношение к вам и не будет позволять себе того, если он позволяет сейчас в отношении вас. Но это работа, это работа, и, собственно говоря, если вы хотите ее выполнять, с радостью можно будет вам помочь. Но пока молодой человек вас просто не уважать. Пока молодой человек просто не ценит вас и не ценит то, что у него есть, то есть вас, опять-таки. И надо сказать, что виноват в этом и он, и вы одинаковы. То есть, вы оба несете ответственность за это. Но вы несете ответственность больше в том аспекте, в том ключе, что вы сами создаете для мужчины соблазн относиться к вам, ну, не очень хорошо, не слишком хорошо и так далее. Чтобы этого соблазн не было, соответственно, необходимо менять отношение к себе самой. И вот в этом можно вам будет помочь, проанализировав то, о чем я вам сказал. В этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Продолжение следует...